Всем привет! Сегодня мы поговорим о нашей мобильной сети, о качестве нашей связи, что делать, если она реально плохая. То есть бывает такое, что вы хотите кому-то позвонить и вы не можете дозвониться, либо вы дозваниваетесь, но связь начинает прерываться, вашего собеседника очень плохо слышно и вы начинаете ему рассказывать то, что посмотри у себя, возможно у тебя плохая связь или перезагрузить телефон или еще как говорят вылези на крышу, на какую-то возвышенность, чтобы лучше ловила связь и так далее. Да, на самом деле таких случаев очень много случается, когда мы хотим нормально поразговаривать, но якобы из-за качества связи мы этого сделать не можем. Конечно, на это все может влиять и дальность вышек, которая находится от вас, и сам оператор, который поставляет вам мобильную связь, но есть также некоторые нюансы, которые могут улучшить вашу связь, работу вашего телефона, именно микрофона, потому что мы разговариваем в первую очередь через микрофон, который находится в основном внизу, возле динамика, вот как у меня здесь, у вас может быть микрофон находиться где-то в другом месте, так вот, если у вас постоянно плохая связь очень часто, то первым случаем проверяем у себя ваш микрофон, это небольшое отверстие, которое находится где-то внизу, на каждом телефоне оно может быть в разных местах, это отверстие часто загрязняется пылью, грязью и так далее, то есть его нужно желательно прочищать хотя бы раз в месяц, я же конечно рекомендую взять зубочистку очень тонкую и намотать на нее очень тонкий слой ваты, можно не смачивать ни спиртом, никакой водой, просто аккуратно прочистить это отверстие, какой-то иглой туда лезть не рекомендую, потому что там находится, скажем так, мембрана и после нее установлен миниатюрный фильтр в виде очень-очень мелкой сетки, как раз она таки собирает всю пыль, которая попадает туда и потом может быть такое, что при вашем разговоре вас очень плохо слышно, то есть первое это чистим микрофон, смотрите, дальше я покажу еще одну настройку, которую нужно обязательно сделать, которая может также влиять на качество вашего разговора, заходим в стандартные настройки и здесь есть поле поиска, так как во всех телефоны разные, Samsung, Xiaomi, неважно, это подходит и на айфоны, настройки могут быть в разных местах, потому я показываю самый быстрый, самый легкий способ, как это все найти, в поиске пишем разрешение и здесь находит нам приложение разрешения, заходим сюда и ищем разрешение приложений, переходим и самое первое, что мы должны нажать, это микрофон, переходим сюда и смотрите, здесь у себя проверяйте, чтобы у вас не было ни одного приложения, которое находится в строке разрешено всегда, как у меня здесь, здесь у меня сейчас абсолютно ничего нету, а ниже здесь уже другие разрешения, только при использовании, либо доступ вообще запрещен, если вы ни разу здесь не были, то возможно у вас здесь в первой колонке, там где разрешено всегда, есть какие-то приложения, объясню почему нужно здесь от них избавиться, потому что когда приложения работают какие-то в автоматическом режиме, то есть всегда, даже тогда, когда вы не пользуетесь этими приложениями, то первое, это может быть прослушка, а второе, так как разные приложения имеют свои кодеки и они работают на разных частотах, то эти все программы могут давать различные помехи при вашем разговоре, давайте представим так, что вот эти все программы, которые сейчас находятся ниже, они находятся в разделе разрешено всегда, то есть в них работает микрофон всегда, даже тогда, когда вы не пользуетесь телефоном, и соответственно, когда вы начинаете кому-то звонить и разговариваете, то микрофон включает еще одну программу, то есть это ваша звонилка, через которую вы разговариваете, и одновременно плюс еще работают вот эти все 15 или 20 приложений, и соответственно создаются помехи, и частично это влияет на разговорный процесс, так что проверяйте у себя эти настройки и ставьте разрешено только при использовании, либо выключайте вообще, и ваш микрофон заработает намного лучше, вот такие простые настройки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, всем до новых встреч!